Мусорный вопрос во главе угла очередного заседания городской думы. Депутаты определились с понятиями, приняли решение о размере контейнерных площадок, установили полномочия обслуживающих организаций. Тем не менее, у коммунистов еще есть вопросы. Николай Плотников предлагает отдельно прописать термин «несанкционированный сброс мусора» и ввести санкции для нарушителей. Мы все-таки так и не решили вопрос, как будет производиться вывоз мусора в частном секторе. Обязать жителей мы не можем, а тем не менее, мы сделали целый ряд изменений, поправок, которые только создают видимость, что мы чем-то занимаемся, на самом деле никакого результата они не принесут. Также коммунист не согласен с пятиметровыми границами контейнерной площадки. По его мнению, определять места и площади должны управляющие компании. Другие депутаты и представители администрации с красными инициативами не согласились, решив, что из-за бумажных вопросов борьба с мусором может существенно затянуться. Если мы всерьез будем рассматривать расшивание земельных участков под мусорными площадками, то вы понимаете все, наверное, что это более года уйдет только на то, чтобы это дело, хотя это, я абсолютно согласен Сергею Владимировичу, не требуется. И именно поэтому мы внесли в правило понятие, как нестационарное, не капитальное строение мусорной площадки. С инициативой в облдуму выступили представители партии «Справедливая Россия». По их мнению, в муниципалитетах глава города и глава администрации должен быть одним и тем же лицом, и избирать его должен народ. Своё мнение партийцы подкрепляют соцопросом. 62,9% за прямые выборы главы муниципального образования. Против там практически только, по-моему, 5,2%, остальные там не знали, что ответить, 11,6%. По 131-му федеральному закону право определять модель выборов глав муниципальных образований закреплена за субъектом. Значит, решать, как будет назначаться мэр, может только областная дума. Позиция Павла Конькова по этому вопросу однозначна. Существующая модель назначений наиболее жизнеспособна. Вячеслав Сверчков, в свою очередь, выступает за выборность собственной должности. Действительно, я считаю, что главу города жители могут избирать, он может руководить представительным органом власти. Я не считаю принципиальным разницу в том, что такая схема, как сегодня работает, давала бы больше легитимности действительно главе города, руководителя, представительной власти. Поэтому, раз это полномочия сегодня региональной власти, как определит региональная власть, так и будет. В ближайшие три месяца информационные конструкции, установленные на остановках областного центра, будут демонтированы. Собственник нарушил договор с администрацией, размещая на стойках рекламу. Вместо этих конструкций в городе появятся рекламные стойки, по аналогии со столичными, евро размера. Мы приняли сегодня схему размещения рекламных конструкций в виде сети формата. Здесь цивилизованным путем будут они размещаться, вся рекламная конструкция. Будут проведены торги, все как полагается. Зимняя весенняя сессия депутатов городской думы подошла к концу. Избранники народа уходят в отпуск. Нерешенные вопросы переходят на сентябрь.